Что у меня в руках? Камень, скажете вы. А вот геологи и нефтяники скажут первобытная флешка. Это керн, образец породы, который достали с глубины 5000 метров. Первый источник информации о недрах Югры. Это программа технологии. Я Тимур Чешков. Сегодня расскажем о добыче и изучении керна. В нашем округе в начале 2000-х создали огромное хранилище для таких каменных флешек. Вместимость почти миллион погонных метров. В России таких центров всего 8. Изучение керна позволяет делать прогноз о запасах черного золота, спланировать бюджет округа и страны. Рассчитать, к примеру, госпрограммы по расселению из аварийного жилья. Керн тут, согласно закону, хранят со всех месторождений. На каждой коробке с образцами указано предприятие, скважина, интервал отбора. На стеллажах можно увидеть, как менялась наша земля. Вот этому образцу примерно 540 миллионов лет. Тогда земля извергалась вулканами, магма выливалась на поверхность и образовывала ее. Жизни на суше лишь предстояло зародиться. Вот эту землю топтали динозавры, а здесь, в меловом периоде, на территории Югры было море. Вот, посмотрите. Этого моллюска когда-то поглотил ил, и теперь он блестит для нас. Когда-то для геологов будущего будем блестеть и мы. А вот где-то тут свои первые шаги по земле начал делать человек. Но это не точно. Геология, конечно, полезна для изучения истории, но ученые в нашем округе используют керн иначе. После того, как при помощи сейсморазведки нашли участок, где может быть нефть, породы добывают с необходимой глубины и начинают изучать напористость и проницаемость. И помогают в этом, конечно, технологии. И их здесь вдоволь. Смотрите далее в программе. Какие природные условия могут смоделировать в лабораториях? Пластовое давление, пластовая температура. Черного ли цвета нефть? Внимание, волшебство. Зачем тут вечно хранят щечки керна? Керн дробят, пилят, перетирают в пыль, прессуют, жгут, фотографируют, сканируют, облучают, изучают на молекулярном уровне и рассматривают под микроскопом с увеличением до 110 нанометров. Но первое, что происходит, определение гамма-спектра керна. Как почти у любого объекта на планете, у керна есть свое радиоактивное излучение. Геологи благодаря этим показателям определяют точную глубину, с которой добыт этот фрагмент. Эти знания и подскажут, где находится нефть. А как понять, насыщена ли порода черным золотом? Видели, как детективы ищут отпечатки и другие следы при помощи ультрафиолета? Внимание, волшебство! Под ультрафиолетом нефть сразу видно. Вот эти черные участки, значит, что в породе есть наше черное золото. Кстати, с разных месторождений нефть светится по-разному. Очень красиво. Цвет самый разнообразный, а запах практически всегда один. Пахнет деньгами. Каждый образец сфотографируют в двух вариантах. Так, на начальных этапах изучения получают информацию о нефтенасыщенности керна. К большому сожалению, под землей нет нефтяных озер, до которых можно пробуриться и добыть углеводороды. На самом деле, пласты породы выглядят, как губка, пропитанная черным золотом. Чтобы понять, как его добыть, в лаборатории вычисляют коэффициент вытеснения нефти. У нас есть, так называемые, геологические запасы, то есть сколько всего нефти у нас под землей находится. Есть извлекаемые запасы. Сколько при данных условиях разработки нефти мы можем извлечь. То есть извлекаемые запасы, они всегда гораздо меньше, чем геологические. В кернодержатель помещают образцы породы. После в шкафу нагнетают температуру до показателей месторождения от 70 до 120 градусов по Цельсию. И под высоким давлением через керн, насыщенный нефтью, прогоняют воду. На маленьком кусочке пробы моделируют работу добычи и скважины. После того, как станут ясны показатели, какой может быть нефтеодача пласта, начинают кислотную обработку породы. Да, кислотная. То есть в некоторых случаях пласт закачивает кислоту, когда мы, допустим, имеем дело с карбонатным цементом или карбонатной парой. Это нам позволяет увеличивать пористость призабойной зоны и, соответственно, ее проницаемость. То есть, соответственно, у нас фильтрация в районе перфорации, в скважине, она идет более интенсивно. Но прежде керн распиливают на фрагменты для разных исследований. Используют в этом случае лишь две трети породы. От каждого керна здесь отрезают одну треть. Так она выглядит. И хранят. Хранят вечно. Почему? Расскажем чуть-чуть попозже. Интересует ученых не только нефть, но и минеральный состав породы. Один из методов исследования – изготовление шлифов. Камень нарезают на пластинки толщиной 0,03 мм. Это позволяет узнать параметры пористости и проницаемости. Минеральный состав изучают также при помощи электронного микроскопа. Кусочки горных пород помещают в вакуумную среду. На объект направляют пучок электронов, который отражается. А специальные датчики фиксируют этот процесс и переводят его в картинку. С каждым образцом проводят несколько исследований. Например, минеральный состав определяют при помощи радиации. Керн измельчают в пыль и помещают в рентгеновский дифрактометр. Рентгеновский луч излучается из рентгеновской трубки. Посередине то, что крутится, это непосредственно образец. Над образцом стоит так называемый нож. Он условно нам позволяет убрать часть ненужного излучения. То есть оставляет только небольшую полосочку, которая над образцом и под ножом находится. И с правой стороны мы видим рентгеновский детектор, который улавливает эти рентгеновские лучи. И все, собственно говоря, это передается на компьютер и формируется рентгеновская дифрактограмма. Чтобы определить нефтенасыщенность породы, керн, перетертый в пыль, сжигает в небольшой печи. Нагревать может, если мы используем одни программы, то до 650 градусов. Если используем более длительные программы, то до 750 градусов. Открыть можно? Ну, там мы, к сожалению, наверное, все закрыто и особо ничего не увидим. То есть печь, она закрытая, упакованная, да, то есть и термостатированная максимально. Замер происходит вот в этой части. Здесь свободные углеводороды, то есть ПИД-детектор так называемый. Происходит измерение здесь. И внутри, в этой части располагаются еще два детектора, которые анализируют выделяющиеся СО и СО2 газы. Вот тут мы узнаем, как добывать, а здесь узнаем, когда добывать. И сколько можно добыть, в частности, в каких прослоях мы можем добыть. Исследования, которые проводят тут, дают нефтяникам четкое понимание, как добывать трудноизвлекаемые запасы нефти, на которые в будущем рассчитывает вся страна. Но изучают тут не только керн. Помимо керна, мы изучаем нефть, подземную воду, но и также другие ценные полезные ископаемые недр нашей земли. Это песок, торф, руды. И те исследования, которые мы получаем, ложатся в основу принятия тех прогнозов, которыми пользуются в дальнейшем уже все организации, как недропользователи, компания работающие, так и руководство нашего региона. Помните, мы говорили про щечки? Вот они, треть от каждого погонного метра керна. Их оставляют нетронутыми и хранят, что называется, без срока давности. Чтобы, когда технологии сделают свой очередной скачок, наши потомки смогли обратиться в библиотеку Земли. Кстати, в книге отзывов кернохранилища остались слова великого человека для нашей страны, Фармана Салманова, открывшего большую нефть. Он написал, что геологию нужно было начинать с таких вот кернохранилищ. В кернохранилище огромное количество лабораторий, мы просто не успеваем рассказать о каждой. Заинтересовала тема? Сканируйте QR-код и записывайтесь на экскурсию, где настоящие ученые расскажут обо всем подробнее. Смотрите все выпуски нашей программы на сайте югория.тв. Это технологии. Я Тимур Чешков. Мы рассказываем о том, как новые решения меняют нашу жизнь. Продолжение следует...